Большинство из тех, кто мог бы действительно поучаствовать в выборах, либо находятся в местах лишения свободы, либо под уголовным преследованием, либо выбрали путь уехать из страны. Все понимают, что любой здравомыслящий человек, который сделал такой шаг, он боится, естественно, но этот страх не должен побеждать, потому что есть цель, и те люди, которые сегодня мне пишут и поддерживают, для которых я, и которые называют меня надеждой, которая у них появилась, мне важно их не обмануть. Страх есть, но он осознанный, мне так кажется. Пока никаких таких движений, чтобы меня прям вызвало действительно страх, нет. Даже разговоры с прокуратурой страха не вызвали, поэтому он больше, наверное, такой потенциальный на будущее. Пока, возможно, нет ощущения у тех, кто принимает решения, что мои намерения серьезные, и эти намерения будут восприняты серьезными только после регистрации инициативной группы. Кто вообще может на сегодня стать кандидатом, который будет транслировать именно демократические ценности? И постепенно в процессе разговора родилась такая идея, наверное, это вообще должен быть кандидат женщина, потому что как раз не хватает мягкости и доброты, и вот этот посыл мира должен исходить, наверное, более органично от женщины. Сегодня поддержка действующего главы государства действительно большая, и говорить о том, что победа, очевидно, наверное, это как-то слишком и амбициозно, и неправильно. Но если мы добьемся того, что будет второй тур, а это, возможно, если будет много кандидатов, и в том числе с демократическими ценностями, и с мирной повесткой, и если будет второй тур, то это уже даст посыл, что поддержка главы государства не такая безоговорочная. Сегодня люди, несмотря на то, что поддержка, как мы сказали, очень большая, но очень устали от того, что происходит. И семьи, которые остались без отцов, без братьев, без мужей, сыновей, они, конечно, очень страдают, потому что женщинам приходится брать на себя больше обязанностей, и это действительно тяжело. Но эта усталость, она мало кем озвучивается из них. Я не против того, чтобы говорить про патриотизм, про любовь к родине, про события Великой Отечественной войны, подвиги тех людей, которые их совершили абсолютно. Но когда идет уклон только на то, что любовь к родине равно самопожертвование ради нее, наверное, это не только это, но еще много чего хорошего, а не только смерть, или там потенциально смерть ради своей страны. Я готова к тому, что мы в будущем договоримся в любом случае. Рано или поздно любой конфликт, в том числе вооруженным, заканчивается. И очень хотелось бы, чтобы он закончился как можно скорее.